Новая дата и новые темпы. Мэр Ярославля Артём Молчанов назвал срок окончания строительства школы на Пашуковской, которая уже получила официальный номер. Оперативная помощь высочайшего уровня медикам ярославские туберкулезные столичные коллеги устроили мастер-класс «Это лучшая из мировых практик». На скамье подсудимых предпринимателей именно его обвиняют в нарушении правил безопасности, которые привели к трагедии в центре Ярославля. Летний лагерь – это не только отдых. Представители СЖД начали цикл лекций о правилах поведения на железной дороге. Первая остановка – Сахареш. Вторая жизнь Старого Фонтана. Ярославский художественный музей представил архитектурное сооружение, которое появилось в губернаторском саду. И ледовый дебют в межсезонье. Ярославский Лока провел первую тренировку на летних сборах 2023. Премьерный контрольный матч молодежки 20 июля. В студии Илья Барабанов. Здравствуйте. Расскажу о главном. Это прямой эфир из Вознесенских. Итак, в Ярославле начали набирать классы в школу, которая достраивается речи о здании на Пашуковской в Дзержинском районе. Строительные работы на ней должны были завершить еще 30 июня, но подрядчик не справился. Новые даты издачи мэр Ярославля Артем Молчанов определил 20 июля. До сентября нужно завести мебель, оборудование, инвентарь. Уверенность, что подрядчик уложится в новый срок, у городских властей сильна. В школе даже присвоили номер – 92 и объявили о наборе классов. Пока только параллели первых также сформирован педагогический состав. У нас разработан и принят запасной вариант, который заключается в том, что в случае каких-то сложностей на 1 сентября первоклассники будут обучаться временно до уже решения всех формальных вопросов по запуску школы в другом здании. Сквер 950-летия Ярославля реконструируют. Эта геолокация лидировала в онлайн-голосовании по благоустройству общественных территорий на будущий год по нацпроекту «Жилье и городская среда». За сквер голоса отдали 2700 ярославцев. Сегодня члены Корсовета встретились с жителями Кировского и Ленинского районов. Чтобы узнать мнение по благоустройству территории, наш корреспондент Владислав Старожук подробнее сейчас. К местным жителям прибыл главный архитектор города, представитель районной администрации и департамента городского хозяйства мэрии Ярославля. Пригласили жителей, чтобы поговорить, что нам здесь, что мы хотим здесь видеть, что нам нужно запроектировать, чтобы в следующих годах у нас уже был проект и мы были готовы облагородить указанное место. Это действительно место притяжения жителей Ленинского и Кировского районов. Он красивый, обухоженный, но мы смотрим, что нам еще дополнительно сделать. Координационный совет на сегодняшний день формирует техническое задание, которое будет дано проектировщику в качестве основного указания. Помимо этого, в протоколе имеется графа «Особые требования», в которую входят рекомендации ярославцев. Когда вы не находитесь на территории, вы ее не ощущаете, но тот, кто здесь постоянно бывает и неожиданно для меня, вот вчера на встрече в дворовой территории, говорят, мы переходим всегда сюда, мы отдыхаем, мы гуляем. И у них свое видение этого пространства, им здесь вот просто комфортно и удобно. И поэтому они хотят немножко обновить, немножко улучшить. Во время обхода парка координационный совет выделил основные задачи. Детская площадка. Ее планируют разделить на две, сделать территорию больше и обновить на ней игровое оборудование. Также должна появиться спортивная площадка с турниками и брусьями. Хочется добавить современных качелей с сиденьями, которые называются гнезда, такие большие, удобные и любимые детьми. Надо сделать современную большую песочницу, добавить качелей, добавить освещение. Здесь всего лишь мы насчитали 7 мачт освещения, надо сделать современное. В сквере встречаются протоптанные дорожки. В планах для удобства их выложить плиткой. Проект по благоустройству должен появиться уже в августе. Владислав Старожук, Василий Мойсин, новости города. Качели для взрослых и сад камней такими прихотливыми малыми формами мечтают украсить свою территорию жители Красного Перевала. Она включена в план по разработке проектно-сметной документации программы формирования комфортной городской среды. Комиссия общественников и сотрудников мэрии вышла на место и услышала пожелания. Марина Смарагдова узнала, как будет благоустраиваться местность с большой историей. Самые ревностные ценители и самые большие знатоки, безусловно, те, кто здесь отдыхают. В советское время эта территория была обустроена. Многие помнят и танцы, и театральное представление. Был и фонтан, но многие только слышали о нем. Что-то сделать вот с этой площадкой для танцев, например. Здесь раньше спектакли играли, насколько я знаю. Было бы неплохо возродить это. Это точно. Пропинки хотим, свет был. Ее очищено более-менее территория. Ярославцы попросили установить видеонаблюдение по всей территории, сохранить спортивную площадку, восстановить лестницу с установкой пандуса, обустроить несколько спусков к воде. Ну, чтобы это было облагорожено. Более-менее, но здесь, как бы, надо сказать, у нас и белки живут. Ну, и хотелось бы, чтобы им тоже где осталось жить. Вот, и все. Чтобы бабушкам посидеть, где было, там, за жизнь посудачить, чтобы по цветам они сидели, мусорки. В голосовании участвовало три территории Брагина. Это парк 30-летия Победы, бульвар по проспекту Дзержинского и этот сад. В традиционные времена хозяин фабрики привозил сюда реликтовые деревья, а сад назывался садом на Волге. Сейчас мы это формируем все в техническое задание. Техническое задание уже непосредственно проектировщик возьмет в работу с нашими замечаниями, которые мы передаем от горожан непосредственных пользователей территории. Далее проектировщик уже выполнит какой-то эскизный проект. С этим эскизным проектом мы рассчитываем встретиться с горожанами. Жители предложили разные варианты тихого отдыха, предпочтительные локации. Есть даже вполне экзотическая зона барбекю. Пожелания уже давно были в принципе известны. Хочется сохранить природную территорию и в том числе сделать выход на набережную, сделать смотровую площадку и открыть вид на Волгу. Вопрос благоустройства рассматривали на Координационном совете. Сегодня мы вместе с жителями говорим и формируем тех заданий, которые даст возможность спроектировать эти изменения с учетом интересов жителей. В этом году документация, конкурсные процедуры, поиск подрядчика. Благоустройство начнется в 24-м. Марина Смарагдова, Михаил Орлов, Новости города. К отопительному сезону готовы. Правда, пока наполовину. Об этом городскому телеканалу сегодня сообщили в Белом доме. Подготовка к предстоящей отопительной кампании началась сразу по окончанию предыдущей. Специалисты промывают инженерные системы, капитально ремонтируют тепловые и водопроводные сети, объекты теплоснабжения. Котельные меняют на более экономичные. Всего в регионе более 16 тысяч многоквартирных домов и 1861 объект социальной сферы. На сегодня подготовлено 53% тепловых сетей и работы продолжаются. Контролирует их ход региональный департамент ЖКХ. Ярославские хирурги выходят на новый уровень. На базе областной туберкулезной больницы сегодня провели сложную операцию при участии профессора НИИ имени Пирогова. Многолетний российский опыт и лучшие мировые практики с учетом применения современных технологий. Все это показали нашим врачам. Алексей Машков тоже узнал детали операции. Доктор медицинских наук, профессор, один из лучших таракальных хирургов страны. За плечами больше 20 лет практики, 4 патента, 175 научных статей. Всю жизнь Михаил Синицын посвятил служению медицине. Сегодня он проводит сложную операцию с применением гибридных технологий. Ярославские врачи ассистируют и перенимают столичный опыт. С Центральным институтом мы уже работаем не первый год. Пациенты консультируются специалистами Центрального института. Иногда специалисты, как в данной ситуации, приезжают к нам, делятся с нами своим опытом. Мы в свою очередь делимся с ними своим опытом, какими-то своими наработками. На операционном столе больной туберкулезом с лекарственной устойчивостью. Это значит, что препараты уже не помогают. Поэтому врачи аккуратно, с помощью небольшого надреза и таракальных инструментов, определят границы пораженного участка, а затем удалят часть легкого. Для таких пациентов это единственный способ вернуться к нормальной жизни. Успехи по борьбе с туберкулезом в Российской Федерации колоссальны. Это отмечают и отечественные эксперты, и международные эксперты. Но, тем не менее, остается часть больных, которые еще не излечены. И вот именно этим пациентам мы применяем хирургические методы, чтобы оздоровить в целом наше общество, чтобы они не заражали окружающих, и для того, чтобы ликвидировать проблему туберкулеза полностью. Практика по обмену врачебным опытом между Ярославлем и Москвой проходит на постоянной основе. И врачи-фтезиатры, и таракальные хирурги, и реаниматологи, и лаборанты, и бактериологи. Ну, все практически врачи побывали в центре в Москве. Ну, фактически у них была стажировка на рабочих местах. Это, конечно, бесценный опыт. Поэтому мы очень признательны, это для нас крайне важно. Операция займет от двух до трех часов, после чего больного переведут в палату интенсивной терапии. Впереди несколько месяцев реабилитации, после которых пациент сможет вернуться к полноценной жизни. Алексей Машков, Михаил Орлов, Новости города. Более 600 обращений за июнь столько поступило в Ярославский филиал фонда «Защитники Отечества». Он помогает ветеранам специальной военной операции, а также семьям погибших, получить полагающиеся меры поддержки по принципу одного окна. Здесь доступны бесплатная юридическая и психологическая помощь, услуги по реабилитации, санаторно-курортное лечение, оформление выплаты документов, получение доп. образования, помощь в трудоустройстве. За консультацией обращались жители абсолютно всех районов области. Наиболее частые вопросы – получение статуса ветерана боевых действий, оформление региональных денежных выплат и так далее. Список партнеров Яркарты пополняется регулярно, но есть и те, кто сотрудничает с ней давно. Например, дисконт на большинство своих товаров предоставляют сети аптек. Всего на сегодня в проекте 21 организация. А недавно появилась новая категория – льготников, участники специальной военной операции, члены их семей, которые могут воспользоваться всеми преимуществами Яркарты. Городской телеканал в выпусках новостей рассказывал об этом. Получить скидку около 7%, от 5 до 7% на самые востребованные группы – это очень важно. Никогда не будет лишним. Поэтому многие люди пользуются уже этой скидкой, и мы надеемся, что посетителей с Яркартой станет все больше. Для того, чтобы участвовать в проекте, руководителям организации нужно обратиться в мэрию Ярославля с предложением. Это хорошая возможность не только помочь льготным категориям населения, но и привлечь новых клиентов. Поступили уже заявки от нескольких частных музеев, которые тоже готовы предоставить скидку членам семей, участников военной операции. Это физкультурно-оздоровительный комплекс «Бассейн». То есть предприятия, предприниматели откликаются на эту потребность оказать помощь нашим ярославцам. Теперь к происшествиям и преступлениям предпринимателю Максиму Каткову огласили обвинительное заключение. Сегодня в Кировском районном суде Ярославля началось рассмотрение дела бизнесмена. Напомню, в марте позапрошлого года во время ремонта по адресу улицы Андропова, 21, обрушились перекрытия, в результате чего погиб человек, несколько получили травмы различной степени тяжести. В ходе предварительного следствия выяснилось, что Катков самовольно решил провести строительные работы по перепланировке подвального помещения. Как итог, обвинение в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что повлекло по неосторожности смерть человека, а также разрушение объекта культурного наследия. Часть свидетелей не смогла присутствовать на процессе. По уважительной причине заседание перенесли на будущий понедельник. В Ярославле сегодня вынесен приговор по уголовному делу о получении взяток за покровительство организациям-перевозчикам. Об этом городскому телеканалу сообщили в прокуратуре. Ярославец, занимая высокую должность в Ространснадзоре с июня 2021 года по май 2022, получил деньги от трех представителей организаций, осуществляющих в городе перевозку пассажиров. В ходе следствия установлено, что мужчина взял более 600 тысяч рублей в обмен на свое покровительство в случае выявления каких-либо нарушений и сокращения числа проверок. С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначен мужчине по совокупности преступления наказанием в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должность на государственной гражданской службе, связанной с осуществлением функции представителя власти. Он взят под стражу в зале суда. А в Дзержинском районе Ярославля неизвестный стрелял по машинам. Обнаружив на своих авто повреждения, владельцы обратились в полицию. В ходе проверки установлено, выпивший горожанин решил развлечься и вооружившийся рогаткой стрелял из окна своей квартиры стальными шариками по автомобилям. Мужчина дал признательные показания. Ему грозит либо штраф до тысячи рублей, либо административный арест на 15 суток. А вот автомобилисты готовят иски для возмещения ущерба. У МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества. Жертва – 33-летняя жительница Рыбинска. Ей позвонили неизвестные, которые представились с сотрудниками банка. Они сообщили о попытке оформления кредита на имя женщины. Далее попросили ее обдаличить деньги и перевести на указанные банковские счета. А также предоставить информацию для входа в личный кабинет онлайн-банка. Женщина лишилась всех сбережений, а это 2 миллиона 706 тысяч рублей. За первые полугодия на СЖД в Ярославской области погибли семеро. Двое из них несовершеннолетние. С наступлением каникулы железнодорожники на постоянной основе проводят уроки безопасности для детей. Используют специальный вагон, в котором проводят лекции. На этой неделе он приехал в гости к ребятам, отдыхающим в лагере Сахареш. Наш корреспондент Александр Захаров передает оттуда. Ну что, мои хорошие, в вагон находим. Сергей Щукин, начальник вагона охраны труда Северной железной дороги. Он же главный лектор по безопасности поведения на железнодорожных путях. Заходя в вагон, ребята оказываются в настоящем классе. Для проведения уроков здесь есть все необходимое. Парты, компьютеры, монитор, на котором демонстрируются обучающие фильмы. Правила, которые доносят до ребят, просты. Но именно соблюдая их, можно сберечь свою жизнь. Это понимают и сами ребята. Нельзя бегать по железным дорогам, залезать на поезда, переходить по правильным путям надо. Что надо, когда переходят железную дорогу, смотреть по сторонам, чтобы поездов не было. И тоже не слушать наушники. Я всегда соблюдаю такие правила. Если я еду в наушниках, то я два наушника не одеваю. Если только один, чтобы вторым ухом слышать. Работа по информированию детей о правилах безопасности на железнодорожных путях проводится на регулярной основе. Вагон курсирует по графику и на каждой станции, где он останавливается, его сотрудники стараются по максимуму охватить детское население. За этот год обучение прошли порядка 600 детей. Мы просим детей о том, чтобы они эту информацию доводили до своих сверстников, знакомых, друзей, для того, чтобы этот охват у нас был как можно больше. По сути дела, много детей, которые не знают этих правил. Поэтому мы всеми возможными способами пытаемся до них эту информацию доводить. Только вагоном работа не ограничивается. Для ребят железнодорожники проводят увлекательные конкурсы и квесты на знание правил поведения на железной дороге. То, что сегодня мы им прививаем, вот это и должно стать тем фундаментом, той гарантии безопасности, то, с чего мы хотим в нашем государстве, в нашей стране. Вагон в Сахареже простоит еще два дня. За это время лекции в нем послушают более 250 ребят. Александр Захаров, Денис Кауров, Новости города. Наши коллеги из детско-юношеской редакции городского телеканала представляют очередной выпуск «Местно интересно», 11-й. В нем, как всегда, про необычные места и события, про людей и профессии. Юные журналисты побывают на Дне молодежи в Угличе. Заглянут на юбилейную выставку городского телеканала в Нужинский зал. Посетят отчетный концерт ансамбля кавказского танца «Ритмы гор», а также расскажут про Ярославль «Мистический». Еще вас ждет обзор блогов, где его ведущие поделятся понравившимися постами ярославцев. Такой вот насыщенный выпуск получился. Итак, «Местно интересно» на городском телеканале детско-юношеская редакция начинает работу в эфире завтра в 19.05. Встречаемся у фонтана. Известная фраза из кинофильма сегодня стала реальностью. В губернаторском саду презентовали новый экспонат Ярославского художественного музея. Его коллекция не исчерпывается собранием картин, но продолжается в парке экспозиции скульптура в пленэре. Марина Смрагдова любовалась. Спор о Бороде. Новый выставочный проект Ярославского художественного музея. Интерактивная экспозиция без экскурсовода и этикеток. Музейное действие с подлинными произведениями, анимацией, музыкой, светом и звуком. Волжская набережная 1. Телефон 72-92-87. Селфи у фонтана. В Ярославле рождается новая традиция. Фотографироваться на фоне нового арт-объекта в губернаторском саду. В прозрачные струи фонтана сегодня вклилась музыка. Художественный музей представил новый экспонат своей коллекции. Он сугубо местный. Чаша изготовлена на Ярославском электромеханическом заводе в 1958 году. Горожане лицезрели его на Демидовском бульваре, но с другой скульптурной группой. Воротина на Черепахе. В 2017-м демонтированную конструкцию передали музею. И вот настал черед ее увидеть. Чаша нашего фонтана абсолютно классическая. Вот эта многоярусная композиция, которая строго организована на вертикали, она появляется уже вообще в начале X века. И она известна в разных трансформациях. И чаще всего из мрамора и камня делают эти чаши. Классическая композиция великолепно вписалась в интерьер парка, словно всегда здесь присутствовала. Есть свидетельства, что при строительстве губернаторского дома в начале XIX века планировался фонтан. Посмотреть сад и его достопримечательности едут издалека. Сергей с сыном из Северодвинска. Мне очень нравится этот фонтан, этот сад. Замечательное место. Очень здесь красиво, светло, чисто. Фонтан, говорит искусствоведы, признак развитой городской среды. В губернаторском саду, опять же по классике, вспоминаем Пушкина и Бахчисарай. Рядом розы. Предшественник нынешнего был ниже и больше. Но широкое зеленое обрамление только подчеркивает строгие формы. Струи фонтана под вековыми дубами соединяют стихии воды, воздуха и живой природы, обволакивая окрестности влажным дымом. Марина Смарагдова, Игорь Мосин, Новости города. Ну а в зале Нужина работает выставка, посвященная юбилею городского телеканала. Ее название 30 лет в эфире. Здесь образцы техники с первых лет ГТ и до наших дней. Среди них много раритетов. Все оборудование в строю и, что особенно примечательно, его можно трогать. В одном из залов обстановка телевизионной студии, где каждый почувствует себя ведущим, ну или ведущий, как в данном случае, новостей. Представлены многочисленные награды и образцы Бэйджей сотрудников. Историю демонстрирует подборка видеоконтента за три десятилетия. Он на нескольких мониторах. Есть даже телеробот. На фотографиях разных лет сотрудники. На выставке проходят экскурсии. А в конце рабочей недели телепятницы открывает линейку встречи с журналистом Мариной Смарагдовой. 7 июля в 6 вечера. И сейчас к спортивной части нашего выпуска. Скидки на квартиры до 70 тысяч рублей участникам СВО и их семьям. Подробности по телефону 28 88 00. Хоккеисты молодежного клуба ЛОКО приступили к ледовым тренировкам. С сегодняшнего дня занятия проходят в двухразовом режиме. Это физические нагрузки на земле и отработка в хоккейной коробке. После отпуска спортсмены в хорошей форме. В конце недели для них начнут увеличивать нагрузки. Ребята тренируются 6 дней в неделю. Сейчас на сборе 30 полевых игроков и 3 вратаря. В планах отобрать 24 хоккеиста. Я стараюсь всегда переносить любую нагрузку. Даже если тяжело, все равно стараться до последнего. Где-то так тяжеловато, где-то лед не так, еще нужно привыкнуть. Где-то коньки там много у кого-то, может кто-то падает. А так после земли нормально втянулись. Будем сейчас заниматься и стараться. Ярославский Криштиану Роналду, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никаноров, занял пост заместителя генерального директора клуба «Шинник». Информацию городскому телеканалу сообщил он сам. Никаноров хорошо известен в мире спорта. Кроме титула чемпиона мира, он обладатель межконтинентального кубка. В 2021 году победитель Евролиги в 2017-м имеет звание мастера спорта России международного класса. Легкоатлеты Ярославской области завоевали 4 награды. Первенство России проходило в Чебоксарах на стадионе Олимпийский. Состязались юноши и девушки до 16 лет. В итоге Вероника Осипова взяла золото в метании молота. В толкании ядра победу одержала Елизавета Иванова. Она же серебряный призер в метании диска. Богдан Кузьмин копилку областной сборной пополнил бронзой. В программу вошли забеги на различные дистанции, эстафеты, прыжки в длину, высоту и с шестом. Метание диска и молота, толкание ядра и бег с барьерами. Участниками соревнований стали более 820 спортсменов из 66 регионов. Нашу область представляли 30 атлетов. Спортсмены Ярославской области удостоились наград на соревнованиях по полиатлону. Первенство и Кубок России прошли в Салавате. По итогам турнира атлеты нашего региона доказали мастерство и в личном зачете завоевали два золота, серебро, четыре бронзы. В командных стартах среди клубов сборная Рыбинской спортивной школы «Темп» – вторая. Атлеты выступили в дисциплине пятиборье с бегом. В состязании приняли участие 130 спортсменов из 12 субъектов. О погоде. Для Свердловчан штормовое предупреждение. В регионе местами сильные ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. На Кубани курортный сезон. Столбики термометров перескочили отметку 35. Правда, синоптики предупреждают о мощных ливнях. На берегах Черного моря может выпасть несколько месячных норм осадков. Что ожидать в Ярославле в пятницу? Ольга Муравьева расскажет, она появилась в эфирной студии. О погоде на пятницу расскажу я, Ольга Муравьева. Здравствуйте. Весь день будет облачным, дождь начнется до рассвета, но к середине дня должен прекратиться. Подробности далее. Чистота – это комплексный подход в уборке вашего помещения. Мытье окон, химчистка мебели, ковров, матрасов. Ярославный клининг. Чистота – залог вашего успеха и престижа. Телефон 33-81-91. Ночью в пятницу в Ярославле облачные осадки. Температура 17 градусов, ветер восточный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 754 миллиметра втутного столба. Днем в пятницу в Ярославле облачные временами будет идти дождь. Температура 26 градусов, ветер южный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 753 миллиметра втутного столба. На этом моя часть завершена. С вами была Ольга Моробьева. До встречи в новых выпусках. Через мгновение в эфире американская драма «Вечность между нами». Отпустить того, кто тебе дорог. Или быть вместе, несмотря на смертельную опасность. Непростой выбор для настоящей любви. Приятного просмотра. Наши новости доступны на сайте gtk.tv, в телеграм-канале, официальном паблике во Вконтакте и на популярных видеоплатформах. Сообщайте новости в редакцию по телефонам 72-11-70, 72-11-80. В студии Илья Барабанов работал. Завтра с вами моя коллега Елизавета Корегина. Спасибо за внимание. Обязательно увидимся на следующей неделе.